Девочка-пай Здравствуйте! Вас приветствует коллектив программы «Печорский калейдоскоп». В студии Инна Климова сегодня в выпуске. Что сделать, чтобы в Печоре был главврач с крепкой командой? На этой неделе в Госсовете Республики состоялось обсуждение госпрограммы здравоохранения. В памяти удивительного человека, учителя, вспоминая Велена Васильевича Мороза. Почему ребенок был в горящей машине один и как его удалось спасти? Комментарии очевидцев происшествия. После 10 вечера включать пылесос нельзя, он слишком шумный, а соседи имеют право на тишину и спокойствие. Родители без QR-кодов в кафе и спортзал не пускают. Малыши рекомендуют, чем им заняться в свободное время. На этой неделе в Госсовете Республики состоялось обсуждение госпрограммы здравоохранения. Итак, что касается муниципального района Печора. В Печоре очень сильно ждут, ждут главврача, ждут вашего решения по главврачу. Мы с вами встречались, вы действительно, я вижу, что держите приоритеты, но хотелось бы, чтобы более оперативно поступали вопросы, ответы на вопросы, которые задают наши жители. В Печоре на весь город два педиатра и нет вообще гинеколога там оперирующего, потому что завтра с ребенком что-то случится или случится что-то с беременной женщиной, но Следственный комитет начнет заниматься и спрашивать, почему у нас такая ситуация, в том числе с главным врачом. Про медицину Ревобережья вам депутат Гончаров передал пакет своих обращений, я прошу тоже на них обратить внимание. И хотел все-таки спросить такой вопрос. Значит, вот если рассматривать, говорить о лучшем опыте, да, где и как на севере врачи работают, где нет недостатка врачей, да. Вот нагрузка у нас на врача два года назад была 1,7, сейчас не знаю сколько, да. То есть сейчас может быть столько же, может уже еще и хуже, с учетом вывода врачей. Вот, к примеру, в Ханты-Мансийске нагрузка на врача 1,1. Я спрашивал у министра, у Добровольского Алексея, с которым учился, как такое происходит. Говорит, да все просто, на тот момент зарплата была на одну ставку 113 тысяч рублей. И все. То есть вот, соответственно, понятно, что регион выделяет средства, другой вопрос, где их там брать, но это действительно решение вопроса, не надо там какие-то дома строить и так далее, люди сами дальше другие вопросы все решают. Поэтому я вас прошу действительно просчитать в том числе и такой вариант, сколько это нам будет обходиться, чтобы сделать зарплату хотя бы выше, чем в Кирове. Потому что спрашиваю тех людей, которые учились в Кирове, почему в Печору не хотите даже главврачом говорить. Так мы столько же получаем. Зачем? Зачем на север? Спасибо. Спасибо вам за работу. И надеюсь, работа ваша будет и дальше успешной. Все лучше и лучше для, на благо наших жителей. Благодарю вас. Спасибо, Леонид Васильевич. У нас есть информация, что в Кирове все-таки поменьше зарплаты, и кировчане едут. Кировчане едут к ним. Если говорить про Москву, ну смотрите, там зарплата терапевта в первичном звене в поликлинике, там еще где-то год-полтора, там два назад была 120 тысяч рублей средняя. Средняя. Порой, когда я руководил еще там крупным учреждением, там зарплата обычного терапевта, если он хотел подрабатывать на полторы ставки, и приехал в Москву, там из другого региона, у него доходило до 200-250 тысяч у обычного врача. Соответственно, мы сделали сетку, когда получает там врач, соответственно, заведующий должен быть чуть больше, зам чуть больше, главный врач чуть больше. У нас ситуация, которую мы сейчас с коллегами хотим менять, почему в том числе нету главных врачей. Много причин, почему эта ситуация возникла. Зарплата у главного врача сейчас в территории, в крупных больницах здесь, в Сыктывкаре, меньше, чем зарплата обычного врача. А вы знаете, какой груз ответственности, и какие ситуации порой возникают там по главным врачам. Поэтому никто не хочет идти. У нас сейчас свободные ставки главных врачей в Ударе, в Усть-Цильме, в Печоре ситуация, значит, и еще в ряде муниципальных образований. Поэтому это проблема. Задачу, которую мы в Минздраве решаем, говорю, коллеги, мы сейчас вот с Татьяной Владимировной, с Еленой Константиновной решаем, как повысить зарплату главного врача. От главного врача зависит зарплата главбуха, значит, начмеда и ряда других специалистов. Если мы дадим зарплату главному врачу сразу, это потянет с собой рост зарплат других специалистов. Это надо, но при этом мы понимаем, на другую чашу весов у нас кредиторская задолженность учреждений. Здесь надо найти нам баланс совместный. Чтобы повысить зарплату, управленца в том числе, и не нарастить кредиторку, которая большая, и нам КСП об этом сказала. Вот. По врачам согласен полностью, что надо увеличивать и делать зарплаты адекватные. Потому что сейчас крупные регионы, Москва, Питер, там они как пылесос, там, я в том числе ранее этим занимался, высасывали кадры из региона. У меня был опыт еще пять лет назад, когда я лично проводил скайп-консультации, я по скайпу общался с коллегами, будущими кандидатами по работе, и быстро наполнял. То же самое надо сделать здесь, но это деньги, коллеги. Мы посчитать, с удовольствием посчитаем, как бы, и готовы предложить, сколько денег нужно, чтобы обеспечить зарплату, там, в 113 тысяч рублей для первичной резины. Как бы, здесь нужно, нужно понимание, там, будут ли эти финансы. По Печоре знаем ситуацию, держу на личном контроле, о чем мы на предыдущей встрече договаривались, с главой переговорили, пока звонка и приезда потенциального кандидата или кандидатов не было. Насколько я знаю, там, он уже отказался. Уже отказался, и если будут предложения по новым кандидатам, готов рассмотреть и пригласить к себе, потому что предыдущий, говорю, отказался по Печоре. Знаю, потому что роль личности в истории, в частности, в Печоре важна. Значит, я проанализировал, там, готовясь к докладу, в целом, отток и привлечение кадров по разным регионам. В Печоре привлечение неплохое, а отток где-то в два раза больше, чем из других муниципалитетов. В частности, по врачам, там, вот за девять месяцев около восьми уехало. В среднем, где-то по муниципалитетам уехало за это же время два человека. В Печоре восемь. По медсестрам примерно такая же картина. Поэтому согласен, там, врач нужен, как бы, главный врач, команда крепкая. По левому берегу поручения видел, как бы, и в момент командировки с главой, и моего приезда отдельно в Печору видел по машине, по части оборудования, по левому берегу будем отрабатывать. Ну, я на связи, как бы, поэтому если есть какие-то вопросы, то будем решать. В понедельник ученики, учителя, друзья, последователи Велены Васильевича Мороза пришли к зданию четвертой школы, чтобы отдать дань памяти удивительному человеку. Восьмого ноября состоялось открытие мемориальной доски, которая увековечивала память директора этого учебного учреждения 73-го по 2006-й годы. Три года назад, именно в этот день, сердце учителя перестало биться. За более чем полувека педагогической деятельности Велен Васильевич внес огромный вклад в развитие образования в Печоре. За свою многолетнюю и, пожалуй, самую важную работу на этой земле он награжден знаками «Отличник народного образования СССР». Отличник народного просвещения РСФСР. Отличник гражданской обороны СССР. Ему присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми и почетный гражданин города Печоры». На протяжении 33-х лет Велен Васильевич обеспечивал квалифицированное руководство работой школы. Он сумел создать хорошую материально-техническую базу школы, сформировать творческий педагогический коллектив. Велен Васильевича отличала высокая эрудиция, в вопросах организации учебно-воспитательного процесса, требовательность к себе и своим коллегам, выполнение служебных обязанностей, деловитость. Велен Васильевич успешно совмещал административную деятельность с творческой, с педагогической. Опытный педагог, он всесторонне изучал каждого ученика, осуществляя постоянный поиск эффективных форм обучения. И его ученики имели глубокие и прочные знания. Много лет назад к нам в школу пришел совершенно молодой, очень красивый внешне и внутренний человек, который стал нам очень близким, очень уважаемым человеком и настоящим другом. Он не просто был преподавателем, он занимался с нами всевозможными делами, мы ходили в походы, мы занимались спортом. И это был не просто педагог, который хотел нас чему-то научить, он хотел научить нас уважать окружающих людей, уважать, беречь мир, беречь друг друга и относиться друг к другу с уважением. Люди уходят по-разному. Велен Васильевич ушел, оставив после себя не просто память, а огромное количество родных по духу людей. Представляете, сколько по миру разбросано его учеников, коллег и друзей. Бывшие школеры, вылетев из-под крыла мороза и отучившись в педагогических вузах, возвращались в школы уже учителями и заучами. Только в семье самого Велена Васильевича образовалось три педагогические династии. Подсчитано, общий семейный педагогический стаж составляет почти 140 лет. Слово предоставляется дочери Велена Васильевича Ольге Веленовне. От всей семьи я хотела выразить благодарность администрации города, Совету города, Управлению образованием и лично Великовой Светлане Владимировне и тем выпускникам школы номер 4, кто инициировал и создал этот памятный знак, который мы сегодня открыли. Я хотела сказать, что Велена Васильевич вместе со своими единомышленниками создали замечательную школу, которая была открыта в 1973 году. Когда она открывалась, это была школа-дворец, так называли ее печурцы. Огромное, просторное здание. Она открыла в тот день свои двери для учеников и учащихся. И на протяжении всей своей творческой жизни я могу сказать, что четвертая школа это был жизненный проект Велена Васильевича. Он вместе создал хороший коллектив единомышленников и вместе с учениками, учителями построили одну из самых, ну, я думаю, лучших, одну из лучших школ города и республики. и он очень гордился своей школой, гордился учителями, уважал и понимал учеников. Если в дверях этой, в стенах этой школы зазвучит школьный звонок и мы услышим детский гам, шум, голоса, я думаю, что это будет лучшая награда, лучшая память всем тем учителям, которые отдали все свои творческие силы, весь свой талант, свою энергию воспитанию, образованию молодежи города. Большое спасибо всем, кто сегодня пришел в этот день на открытие почетного знака, знака памяти Елены Васильевича Мороза. Спасибо. Вы смотрите Печорский Кальдоскоп. Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия, в котором пострадал малыш. Это произошло 9 ноября около городского рынка. Загорелся припаркованный около здания автомобиль, внутри которого находился малолетний ребенок. Два года 11 месяцев. Пожарные извлекли ребенка из задымленного салона Тойоты Короллы. Со слов очевидцев, отец вышел из машины в столовую, оставив маленького сына одного в машине. Бригады скорой помощи. Мальчик 2018 года рождения был доставлен в отделение детской реанимации Печорской центральной районной больницы в тяжелом состоянии после происшествия. Госпитализирован в отделении детской реанимации. На фоне проводимой терапии состояние ребенка тяжелое, стабильное. И в настоящее время ребенок находится в нашем отделении. Спустился я по лестнице, смотрю, внутри машины пламя такое, как будто красное пламя. Потом думаю, не верю, я поближе, поближе смотрю, уже машина горит. вот, а стекла-то затемненные были, правда, я не посмотрел, кто там, но смотрю, что огонь есть уже. Зашел сразу в магазин, дал своим этим девчонкам команду, чтобы проверили на втором этаже, кто владелец. Наш администратор побежал во второй этаж, спросили, никто не ответил. Видимо, в общем, не было этого водителя. Я тут же команду дал своим девчонкам звонить в пожарную часть, что машина возле магазина горит. Приехали пожарная машина первая, потом вторая, и этот владелец машины выходит со столовой, но он, правда, увидел, сам удивился сразу. Ребенок в машине, ну, все удивились даже, как дверь открыли, уже дым со всех сторон, ну, ребенка, слава богу, вот, спасли, ну, молодцы, пожарная часть, команда их, быстро отреагировали, все, сразу первую помощь, ну, вокруг машины очень много народу было, честно говоря. ну, если бы знали ребенок внутри, конечно, мы тоже спасли бы, сделали бы первую помощь, ну, откуда, знаешь, стеклы затемненные все, но огонь видно было уже. я видел, отец доставал ребенка, сразу вот сюда положили, но, да, я даже заметил, что ребенок губами даже начал швелить, вот, и я уже думаю, все, слава богу, что с ребенком уже будет порядок. тут же вызвали скорую? Да, 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 я уже дал команду, мои девчонки сразу звонили еще и в скорую, правда, скорая поздновато, и пожарная часть нас в своей же машине увезли в эту самую больницу, то есть, потом узнали, что мы, узнали, что ребенок в реанимации. По факту произошедшего, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организовали проведение процессуальной проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза. А мы продолжаем выпуск. На этой неделе в Печоре открыли новый участковый пункт полиции. Новый участковый пункт находится в доме номер 74 по улице Социалистической. Открытие нового участкового пункта полиции Сосновоборский. приурочили к нашему празднику день сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Мы изначально планировали это сделать в этом году, поэтому где-то около шести месяцев пошло на то, чтобы решить все бюрократические проблемы, подготовить проект и осуществить ремонтные работы, изыскать необходимые финансовые следства. У нас сложились давние традиционные хорошие отношения взаимодействия с органами внутренних дел. Мы раньше оказывали им всемирную помощь и в дальнейшем планируем всемирно содействовать их работе, поэтому по результатам переговоров с руководством отдела было принято решение открыть здесь пункт участковой полиции для того, чтобы содействовать в их нелегком труде. Несмотря на сложное финансовое состояние, обусловленное пандемией, муниципалитет еще возможно изыскать необходимые финансовые средства, ресурсы, и в дальнейшем, я думаю, мы также будем взаимодействовать в этом направлении. В пункте охраны общественного порядка два помещения. Граждан будут принимать три участковых уполномоченных и инспектор по делам несовершеннолетних. Вы смотрите пищеварки кандидатск Практически каждую ночь в полицию обращаются печерцы, которым не дают спать. Между прочим, имеют полное право на тишину и спокойствие. Только в этом году сотрудниками полиции было составлено 229 протоколов об административных правонарушениях. Все материалы направлены в суд. На территории Коми с 2016 года действует республиканский закон. Он так и называется. об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики. Датирован октябрем 2016 года. Именно в этом законе прописаны основные понятия, какие действия могут попасть под административную ответственность. Использование бытовой электронной техники, использование бытовых электрических приборов, громкая речь, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, использование пиротехники, строительные ремонтные работы. В этом же законе указаны периоды, в какое время запрещено нарушать тишину и покой граждан. Во-первых, это в будние дни, то есть с понедельника по пятницу с 22 часов до 7 часов следующих суток. В выходные, это суббота, воскресенье, а также праздничные дни, предусмотренные федеральным законодательством, с 22 до 9 часов утра следующих суток. И специально для тех, кто любит делать ремонт. Наверное, у всех есть такой сосед с перфоратором. Помимо вышеперечисленного времени, в соответствии с законом запрещено делать ремонт с 13 до 15 часов. Причем это касается и будних дней, и выходных, и праздников. Законом Республики Коми об административной ответственности на территории Республики Коми номер 95 РЗ от 18 декабря 2003 года предусмотрена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан. На основании части 2 статьи 4 вышеуказанного закона предусмотрены санкции за нарушение тишины и покоя граждан. На граждан налагается от 3 тысяч штрафа от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 40 тысяч рублей. То есть, если, к примеру, после 10 вечера вы захотите дома включить пылесос, ваши соседи имеют полное право потребовать прекратить процесс уборки с использованием техники. Обращаться надо в дежурную часть прибудет наряд полиции, соответственно, возьмут с вас объяснение, ну и пройдут к нарушителю. Пылесос относится к электрическим приборам, которые также прописаны в вышеуказанном законодательстве. Но, если, к примеру, у вас всю ночь плачет ребенок, зубки режутся, наказать соседи вас за это не могут, не предусмотрено законодательством, и просто из-за вредности вас соседи не могут наказать, заложенный вызов придется нести ответственность. Заложенный вызов у нас предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа от 1000 до 1500 рублей на граждан. Случаи бывают часто. Кроме того, что на граждан налагаются штрафы, помимо этого, отдел внутренних дел выходит с исковым заявлением об отмещении ущерба, которое повлекло этот вложенный вызов, туда относится и работа сотрудников, которые обслуживали этот вызов, транспорт, соответственно, расходы на топливо. По поводу оплаты штрафов лицо, не оплатившее штраф, будет подвержено административной ответственности по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает либо наложение штрафа уже в двойном размере, либо административный арест до 15 суток. Вы смотрите Печорский Таистоскоп. Во многие учреждения города теперь можно попасть только если у тебя есть QR-код, а есть он далеко не у всех. Чем заняться дома? Мы спросили у печорских малышей, как же развлечь этих странных взрослых? Можно спеть веселую песню, рассказать смешной стишок, какой-то танец смешной и еще сделать, чтобы там что-то приятное. Например, что? Помыть посуду за мамой, выкинуть мусор, накрыть на стол, выгрузить из стилальной машинки, убрать игрушки свои. А что еще можно сделать дома такого, чтобы родителям ну просто не было когда скучать? Можно даже если ты немного позволь и если тебе 7 лет, можно приготовить, накрыть, подзлать покушать и потом можно сходить погулять, потом чтобы родители не угариваются лазу, чтобы поспать, потом все делать и потом уже встречать папу если на работе и потом ужинать и ложиться спать. Можно поиграть в игру. В какую? В Джангу. монополию. А еще? Монополию. А еще чем можно заняться? Можно делать поделки. Какие? Например, открытку. Можно сделать что-то красивое для них букет, например. А еще? Еще можно сделать можно разоселить смешной шуткой. Какой? Например. Например. Какой-нибудь. А еще? можно еще весело зазорно можно повеселиться. Потанцевать, наверное, песни попеть веселые, да? А ты знаешь какие-нибудь веселые песни? Да. Какие? Кроманист и Мошка. Покузница. Можно рассказать смешной анекдот. А еще? Можно сыграть в игру ходилки. Это как? Ну, там бросаешь кубик и сколько выпало столько и ходишь. А еще? Можно сыграть в игру джинго. А еще чем можно заняться, чтобы не скучалась? Можно сыграть прятки. можно порешать примеры. Можно пописать, поразграшивать, порисовать. Можно поиграть в игру такую шкаталку. шкаталки. Нужно с ними во что-то поиграть. Во что? Например, фанты. Можно потанцевать. Можно сходить в чатр. Можно с ними сходить погулять. Куда? В парк. еще. Можно с ними купить что-нибудь вкусное и посидеть, посмотреть какой-нибудь интересный мультик. Что еще? Можно вместе всем сходить купить какую-нибудь классную одежду. мультик. Принимается еще. Можно маме и папе купить красивые папе можно купить красивые обувь, а маме можно купить красивые туфли. А еще как можно развлекаться всем вместе? Можно посмотреть мультик. какой например веселый мультик знаешь? Том Джерри. Можно пойти с ними погулять в парк, по лотационам, поиграть в игры, на напои. А еще? Можно что-то вкусненькое приготовить. Например, что вкусненькое можно приготовить у блинчики, картошку. А как думаешь, веселее будет, если ты сам приготовишь блинчики или если вы все вместе будете приготовить? Если все вместе. Почему? Потому что так веселее. Хорошо, а чем еще можно? Можно купить подалки. мамин наоборот украшения. А папе? одежду можно. А чем еще взрослых развеселить можно? Можно пойти вместе в магазин, купить что-то вкусненькое, потом с семьей сесть и есть это. на сегодня это все. С вами была Инна Климова. Здоровья вам и вашим близким. До свидания. Редактор субтитров